Уважаемые коллеги, уважаемый Президиум, разрешите начать презентацию. На сегодняшний день частота резидуального заболевания после неодевантного лечения остается значительной. И только мультидисциплинарный подход в планировании хирургического лечения способен и позволяет увеличивать долю органосохраняющего лечения, улучшать качество жизни пациентов и улучшать общую безрецидивную выживаемость. В оценке эффективности лечения у нас есть критерии РЕЦИСТ. Эффективность оценивается за счет изменения размера первичной опухоли и лимфатических узлов. По критериям РЕЦИСТ мы знаем полный, частичный регресс, стабилизацию или прогрессирование процесса. Со стороны морфологии существуют различные классификации оценки, но в нашем центре мы используем тройную оценку. Это по системе YPTNM, степени регресса опухоли по Миллер-Пейн и шкалу индексов остаточной опухолевой массы по шкале РСБ. Наиболее точная оценка резидуального очага. И большая ответственность в оценке резидуального заболевания, несомненно, лежит на диагностах. Самые современные методы лучевой диагностики не всегда позволяют нам правильно оценить эффект. И это работа голландско-германских исследователей, где они изучали метод МРТ как самого перспективного исследования в оценке ответа в опухолевое неодевантное лечение и где сравнивался полный регресс по данным инструментальных методов диагностики рентгенологических и по морфологии. Так вот, промежуточная оценка после второго или четвертого курса неодеванта совпадала с 83% случаев, а окончательная только в 41% случаев. Также диагностам необходимо помнить, что подтипы рака молочной железы, чтобы интерпретировать оценку ответа. Изменения в МРТ во время неодевантной химиотерапии являются, например, предикторами исхода только при 3-жды негативном и HR2-позитивном раке молочной железы, тогда как при эстрогенпозитивном и HR2-негативном не всегда совпадают. Поэтому в клинической практике мы должны использовать все самые современные доступные методы лучевой диагностики. Основные вопросы – это безопасность хирургического вмешательства в планирование органов, сохраняющие лечение в новых границах, и возможные риски после операции, частота краеврезекции, биопсия сигнальных лимфоузлов после неодеванта, как докладывали вам до меня, и необходимые данные на каждого пациента. Очень интересное итальянское исследование про важность своевременной операции после неодевантного системного лечения. Этот вопрос, он остается противоречивым, не все его придерживаются, но это исследование продемонстрировало, что выполнение хирургического вмешательства в течение 21 дня, не позднее 21 дня, после последнего цикла лечения, возможно и связано с лучшими результатами выживаемости, как безрецидивной, так и общей выживаемости. Наше преимущество – это на 40% увеличиваются наши возможности для выполнения органов, сохраняющего лечения, на 40% снижается объем акселярной лимфодисекции, и риск реоперации снижается на 60%. Тем самым даже при наличии резидуальной опухоли мы уменьшаем объем хирургического вмешательства. Мы знаем прогноз по данным патоморфологического ответа, находим резидуальную опухоль и адаптируем адювантное лечение для каждого пациента, добавляя современные и более эффективные препараты. Мета-анализ крупного голландского проспективного исследования, включавший более 4000 пациентов, показал, что независимо от ответа на неодювант, хирургическое лечение в новых границах безопасно. Еще одно ретроспективное исследование МД Андерсон Центра, которое показало, что безопасность хирургического лечения не зависит от первоначальной Т-стадии. Фокальность. И опять же мы видим небольшое процентное различие в возникновении местного рецидива при первоначальной уно-мультифокальной, мультицентричной опухоли. Панель экспертов Сангалин поддерживает органосохраняющее лечение при мультифокальности и мультицентричности, естественно, со всеми стандартными лучевыми подходами и адювантной системной терапией. Примеры планирования хирургического лечения при мультифокальности и мультицентричности это установка под УЗИ-контролем или рентген-контролем, специальных меток якорей в остаточной опухолевой массе. Здесь указан метод планирования первым этапом маркировки сигнального лимфатического узла. Все это мы делаем в своей клинике на своем отделении. И факторы, способствующие рецидиву заболевания. Это резидуальная опухоль более двух сантиметров, это лимфоваскулярная инвазия и резидуальная мультифокальность. Мы должны знать объем резекции ткани, так как морфологически разный ответ при разных подтипах важен в определении границ. Трижды негативный рак молочной железы и HR2 позитивные, они более концентричные, гормоны позитивные, они более рассеянные. На сегодняшний день частота ложно-отрицательных ответов при биопсии сигнальных лимфатических узлов после неодеванта 12,6%. В основополагающих исследованиях по биопсии сигнальных лимфоузлов у первичных пациентов считалось допустимым до 15%, что абсолютно сопоставимо. Да, есть определенные стандарты, которые на сегодняшний день требуются в клинике как таковые. Конечно, это конверсия N1 в N0, это двойная маркировка лимфатических узлов и желательно удаление больше двух лимфатических узлов. Поэтому на сегодняшний день мы считаем, что биопсия сигнальных лимфоузлов после неодеванта она должна быть стандартом, и мы этих стандартов, естественно, придерживаемся. Существует много вопросов к лимфоузлам, которые были метастатическими, стали не метастатическими, как их идентифицировать. На сегодняшний день мы используем установку клипсы, установку изотопной йодной метки. Да, это занимает много времени, это тяжело, но это приносит свои положительные результаты. И полный регресс в лимфатических узлах, он не менее важный прогностический фактор, чем в первичной опухоли, и от этого зависит десятилетняя выживаемость с различием полного регресса и резидуального заболевания в лимфатических узлах. Так, необходимые клинические данные, которые должны знать не только мы, как хирурги, которые подходим к операции, а должны знать наши диагностики, наши патоморфологи, радиологи. То есть все мы вместе должны иметь и предоставить информацию о стадии заболевания, локализации опухоли до начала лечения, тип неодевантной терапии, наличие татуажной метки на коже в проекции опухоли, клипсы в ложе опухоли, предшествовавшее исследование лимфатических узлов, клинический ответ на неодевантную терапию. И мы обязательно должны предоставлять препараты первичной опухоли для возможности оценки лечебного патоморфоза. Спасибо за внимание.